Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Дзелягин, я экономист. Вы знаете, со мной случилась неприятная неожиданность. Я прочитал подряд несколько выступлений Дмитрия Анатольевича Медведева, председателя правительства Российской Федерации. А я настоятельно рекомендую это чтение для всех людей с заниженной самооценкой, с людьми, у которых проблемы в жизни, которые думают, что все вокруг плохо, которым кажется, что они несовершенные. Ну, знаете, иногда бывает такое чувство, вас страшно оскорбили как-то, вы не смогли ответить, и вам кажется, что вы не человек. Это ужасное внутреннее состояние. Если вы вдруг в него попадете, я раньше думал, что единственный способ лечения это чтение стихов министра экономического развития господина Улюкаева. Оказывается, публичные выступления Дмитрия Анатольевича Медведева работают ничуть не хуже. Я подумал, что, может быть, действительно стоит мне идти на выборы, потому что это же теперь совершенно простое занятие. Это раньше люди, типа меня, скептически относящиеся к Единой России, нуждались в какой-то содержательной критике. Нужно было что-то придумывать, что-то обосновывать, что-то доказывать. Помните, несколько лет назад люди плясали на улицах, как украинцы кричали, что Единая Россия – партия жуликов и воров. Причем убедили в этом, насколько можно судить, даже саму Единую Россию. И когда суд признал Навального жуликом и вором, Единая Россия его немедленно поддержала с воплем восторга. А теперь этого не нужно. Теперь достаточно просто сказать «Дмитрий Анатольевич Медведев-лидер Единой России». Никакой другой критики не нужно. Никаких оскорблений не нужно. Никаких обвинений, умозаключений, никакой конспирологии, разговоров о том, кто есть конкретный представитель в каком регионе. Не надо. Просто Дмитрий Анатольевич Медведев – лидер Единой России. По-моему, для братской могилы этого достаточно. Я цитирую дословно. Дмитрий Анатольевич Медведев это сказал позавчера, 20 апреля, на коллегии Минфина. Я цитирую. «Состояние российской экономики гораздо лучше, чем в прошлые исторические периоды». Кавычки закрываются. Ну, в принципе, бывали исторические периоды, конечно, и похуже. Может быть, кто-то помнит, как в дефолт 1998 года Черномырдин в Госдуме, который пытался стать премьером перед Примаковым, после дефолта уже сказал, что по Руси как Мамай прошел. Его из зала спросили, как фамилия Мамая. Он засмущался и в итоге премьером не стал. Мы помним, ну, из учебника истории, разумеется, что было время разрухи после гражданской войны. И действительно, президенту на его прямую линию писали смс-ки. Они часто транслировались на экран, и слово «разруха» там появлялось достаточно часто. Впервые за всю нашу историю. Помним послевоенный голод. Ну, некоторые семьи помнят. Некоторые семьи помнят войну, некоторые семьи помнят коллективизацию. Когда вот рассказы о том, как это было, передаются из уст в уста. Может быть, товарищ Медведев имел те исторические периоды, и тогда, в общем-то, это заявление действительно имеет некоторое отношение к реальности. Но если говорить о прошлых исторических периодах в прямом смысле слова, то есть о нулевых, о десятых годах, то, простите, это доказывает, что у человека очень короткая, скажем, мягкая историческая память. Но, чтобы не злобствовать, давайте проведем голосование. Может быть, я не прав. Может быть, вы меня сейчас поправите. Итак, те люди, кто считает, что правительство Медведева может, я подчеркиваю, может, не обязательно, обеспечит нам нормальное развитие, но теоретически может обеспечить нам нормальное экономическое развитие. Плюс семь, четыреста девяносто пять, сто тридцать четыре, двадцать один, тридцать пять. Те, кто считает, что правительство Медведева в принципе не может обеспечить нам нормальное экономическое развитие. Плюс семь, четыреста девяносто пять, сто тридцать четыре, вы совершенно правы, двадцать один, тридцать шесть. Я еще номер не успел проголосовать, народ уже начал, не успел объявить номер, народ начал уже голосовать. Итак, те, кто считает, что правительство Медведева может в принципе теоретически, да, молодцы, 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 есть у Медведева сторонники. Кто может хотя бы теоретически, хотя бы в принципе обеспечить нам нормальное экономическое развитие. Плюс семь, четыреста девяносто пять, сто тридцать четыре, двадцать один, тридцать пять. Те, кто считает, что это невозможно и невероятно в принципе, плюс семь, четыре девяносто пять, сто тридцать четыре, двадцать один, тридцать шесть. А теперь, что меня подвигло на эту формулировку. Товарищ Медведев выступил в Государственной Думе с отчетом. Это прекрасно. Это замечательно, когда политики отчитываются хотя бы перед депутатами. А президент, так вообще-то говоря, отчитался и перед нами всеми, показав пример. Например, я тоже скептически отношусь ко многим его заявлениям, но вы знаете, еще раз повторюсь, что западные политики и другие лидеры развитых стран так не могут. Не то, что не умеют, а не могут в принципе. И вот товарищ Медведев, выступая перед Государственной Думой, проявил потрясающую безграмотность, которая меня просто, ну, меня потрясла. Оказывается, главная проблема правительства Медведева – это дешевая нефть и другие виды экспортного сырья. Не то, что мы, когда нас обзывают бензоколонкой, мы должны благодарить за то, что нам делают необоснованный комплимент, потому что мне, например, неизвестная бензоколонка, которая торговала бы сырой нефтью. Не то, что как с 1986 года нам говорят о сырьевой зависимости и необходимости диверсифицировать экономику. Нет. Оказывается, главная проблема – нефть подешевела. И другое сырье тоже подешевело. Ну, фишка по-другому ляжет. Полнолуние сменится новолунием или наоборот, и авось они подорожают, а проблемы решатся сами собой. Председатель правительства Российской Федерации, великой страны, с атомными ракетами, хотя их очень не любят либералы и хотят от них избавиться, они мешают нас бомбить. Но, тем не менее, пока еще с атомными ракетами, искренне считают, что главная проблема – это удешевление сырья. Он, вероятно, просто не знает, что нынешняя острая фаза экономического кризиса с девальвацией рубля, с паническим бегством капитала, с дикой дискредитацией государственности как таковой, началась не тогда, когда у нас нефть подешевела в 3,5 раза. И один из нефтяных баронов сказал, что нефть подешевела в 3,5 раза, бензин подорожает не более чем на 10%. Нет, кризис, острая фаза кризиса началась, я напоминаю, кто забыл, в январе 2014 года, когда никаких санкций никто не мог вообразить, включая западников, когда цена нефти превышала 105 долларов за баррель, когда десятки тысяч людей на Украине были еще живы. Вот тогда у нас начался кризис. И не из-за дешевой нефти, а из-за коррупции, из-за произвола монополий, и из-за принципиального, на мой взгляд, отказа правительства Медведева от экономического развития как такового. Так что люди, которые говорят в правительстве о проблемах страны, я думаю, что в первую очередь они должны смотреть, даже не на сводке, а расстата. Они должны в первую очередь смотреть на зеркало. Вот я тут выписал яркие цитаты Медведева, следующая цитата это подтверждает. Он говорит, что необходимы структурные реформы. Все, правда, тактично умалчивают, что это такое. Но любое форсирование структурных реформ, которые нужны, они продлят кризис на несколько лет. То есть это непереводимая игра слов. Это нужно, по его собственным словам, отлить в граните. Или в чем он там еще собирается отливать? И куда он собирается отливать? То есть, по словам Медведева, то, что необходимо, это продлит кризис на несколько лет. То есть председатель правительства Российской Федерации искренне считает, что для него необходимы вещи, которые вредны для российской экономики, которые продляют кризис. Это как? Выходит человек, который отвечает за социально-экономическую политику и не только. Выходит человек, который нами, ну пусть не правит, окей, который руководит. И говорит с трибуны Государственной Думы, и никто ему даже слова на это не отвечает, я уж не говорю, чтобы наказать его за такие слова по закону. Что, оказывается, он считает необходимым то, что продлит кризис на несколько лет. И видите ли, в качестве высочайшей милости он это будет осуществлять нефорсированно, вредить нам нефорсированно, а вредить нам растянуто, чтобы мы не сразу умерли, а еще немножко помучились. Это когда либералы, Гайдаровский, Чубайсовский, Ясинский, Медведевский, Кудринский, бесконечно говорят нам о том, что непопулярные меры это хорошо, а все, что вызывает поддержку народа, это абсолютно неприемлемо и абсолютно недопустимо, это понятно, они как либералы служат глобальному бизнесу, интересы глобального бизнеса принципиально противоречат, расходятся с интересами народа России, они вообще несовместимы на данном историческом этапе, что будет через 5 лет мы не знаем, но пока это так. И обслужая интересам глобального бизнеса, они вынуждены уничтожать страну, и поэтому для них все непопулярное это плохо, все непопулярное, извините, это хорошо, а все, что вызывает у людей поддержку, все, что вызывает у людей понимание и приятие, это плохо, это популизм, это абсолютно недопустимо со времен Гайдара. Это понятно. Еще никогда нам, открыто и публично, даже Гайдар не говорил, что он считает необходимым то, что будет продлевать кризис, что он считает необходимым то, что вредно для российской экономики. Это потрясающее признание, как говорят следователи, признательные показания, и меня поражает, что никто в Государственной Думе этого не заметил. Ну, конечно, есть и хорошие вещи у господина Медведева. Он, например, сказал, что необходимо вернуться к бюджетному планированию на 3 года. Это правильно, учитывая, что бюджет осуществляет инвестиции, а у инвестиций в среднем горизонт реализации и окупаемости, ну, даже просто реализацию серьезных инвестиционных проектов, 5-8 лет. Ну, хотя бы один шажочек в этом направлении, хотя бы вернуться на прежние позиции, уже хорошо. Так что вернуться к возврату к трехлетнему бюджетному планированию, это правильная вещь. И я должен сказать, что, товарищ Медведев, ну, хоть что-то вы разумное говорите, спасибо вам большое. Но кто будет заниматься этим трехлетним бюджетным планированием? Водолаз, прости господи, Улюкаев, который нащупал уже пятое дно. Я могу не любить Единую Россию, я могу критиковать Единую Россию, но в ней есть вменяемые люди, в ней много вменяемых людей. Эти люди из Единой России господина Улюкаева публично зовут водолазом за бесконечные эти поиски этого дна. Причем абсолютно бессмысленные, потому что такое ощущение, что он проваливается на это дно, подпрыгивает на нем и проваливается дальше. Товарищ Улюкаев доказал уже экспериментально, что любой его прогноз, он неверен. Вот три недели назад, по-моему, 31 марта или 30 марта, он заявил, что у нас экономический спад в первом квартале будет более 2%, 2% с чем-то. Ну, понятно, в прошлом году у нас был спад 3,7%, в первом квартале прошлого года 2,8%. Ситуация достаточно скверная. Росстат пугается говорить, пугается давать данные, по моим ощущениям, об инвестициях. В первом квартале вообще и в январе не давал, и в феврале не давал, и в марте не дал. Судя по всему, там совсем дело швах. Вот, все-таки, вопреки, так сказать, тому, что отдельные статистические показатели выглядят красиво. В общем, все поверили, что экономический спад будет более 2%. Проходит три недели, и вдруг выясняется, вчера выясняется, что экономический спад у нас не более 2%, а 1,4% по итогам первого квартала. И он замедлился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, более чем в два раза. Ну, ровно в два раза, если быть точным. И господин Улюкаев в конце марта не имел представления о том, что у него в экономике происходит в прошедшем месяце. Вы от этого человека, господин Медведев, собираетесь требовать прогнозирования на три года вперед? Ну, это же называется жестокий цинизм. Жестокий цинизм. Ну и, конечно, обращение с фактами. Для Медведева по-прежнему, как для Гайдара в 92-м году, главное это снижение инфляции. Других приоритетов у него, ну, он, конечно, говорит много красивых слов, но реальных приоритетов на уровне экономической политики, насколько можно судить, у него нет. Он радостно гордится тем, что у нас государственный долг 13,6% ВВП. Это хорошо, это мало. Только, вообще-то говоря, внешний долг Российской Федерации, он снижается. В первом квартале он не снизился, он остался на прежнем уровне, 516 миллиардов долларов. Но он, по крайней мере, полтора года снижался. Но это не наша заслуга, во-первых. А во-вторых, он по-прежнему больше 40% ВВП из-за девальвации всех этих бесконечных. И это абсолютно неприемлемо, потому что для экономик нашего типа безопасный уровень, безопасный уровень внешнего долга, это 30% ВВП. Мы не Япония, где может быть 200 с лишним. Мы не Соединенные Штаты, где больше 100% ВВП, очень безопасный уровень. У нас другая экономика, у нас другие руководители правительства, прости господи. Поэтому для нас порог 30%. Вот об этом товарищ Медведев тактично умалчивает. Потрясающие выражения, которые показывают степень глубочайшей идеологизированности, одновременно безграмотности, но обычно это вещи связанные, а руководители нашего правительства и заодно лидера Единой России. Он заявил, что национализация крупных компаний смертельно опасна для экономики. Во-первых, про национализацию толком, всерьез, пока никто не говорит в обществе. Пока проблема, как бы сдержать приватизацию, разграбление Российской Федерации и передача контроля нашим стратегическим конкурентам, передача контроля за нашей экономикой и, соответственно, уничтожение государственного суверенитета, которым занимается господин Медведев. Но, вообще-то говоря, у нас есть национализированные крупные компании. То есть, господин Медведев, который говорит о смертельной опасности для экономики национализации, он исходит из того, что для нашей экономики смертельно опасен, например, Газпром. В начале правления Путин одним из его безусловных достижений, бесспорных, был возврат в государственную собственность и под государственной контроль Российской Федерации Газпрома. И, и за это мы должны действительно благодарить Кудрина, как бы я к нему не относился, но за это ему большое человеческое спасибо, Алмаза России Саха вернул под контроль Российской Федерации, насколько я могу судить, лично господин Кудрин. Спасибо ему только за это, но тем не менее, не спасибо. А теперь вдруг выясняется, что с точки зрения председателя правительства и Кудрин, и Путин, они осуществили действия, которые смертельно были опасны для нашей национальной экономики и удивительно, что мы после этого не померли. То есть, у человека уровень идеологизации, судя по всему, зашкаливает, он выше, чем у членов полюбюро ЦК КПСС, он выше, чем у нынешних европейских бюрократов, он где-то на уровне скачущих на Майдане европейцев, насколько можно судить. Ну, я не... Давайте, может быть, вы меня поправите, вот опять-таки, я все время себя стараюсь контролировать. Да, дорогие друзья, я вот честно говорю, что если вы с одного телефона проголосуете два, три, четыре или пятьдесят раз, то все равно будет зачтен только ваш первый звонок. Поэтому, пожалуйста, не тратьте цветы своей селезенки, а некоторые еще и денежку. Итак, кто считает, что правительство Медведева в его нынешнем виде хотя бы теоретически может обеспечить нормальное экономическое развитие нашей Родины, пожалуйста, звоните плюс 7, 495, 134, 21, 35. Те, кто считает, что это принципиально невозможный, правительство Медведева в его нынешнем виде в принципе не может обеспечить нормальное экономическое развитие России, пожалуйста, плюс 7, 495, 134, 21, 36. Итак, возвращаясь к выступлению Медведева в Госдуме. Он считает, что приватизацию нужно осуществлять в том случае, если передача компании в частные руки повысит объем денег, который эта компания зарабатывает, и, соответственно, повысит уровень налогов, который она платит. Здесь формально, внешне выглядит вполне пристойно. Но здесь прекрасно все. Во-первых, мы не знаем, как будут развиваться события на этой компании, в этой компании после смены собственника. Собственно говоря, мы не знаем, как там просто будут развиваться события даже при прежнем собственнике. Иметь четкое представление о том, как повлияет на компанию смена собственника, это означает, что мы как минимум знаем точно, кто будет этим будущим собственником, а это уже отмена представлений о конкурсном характере приватизации, о том, что кто больше заплатит, того мы при прочих равных условиях и пустим. То есть это уже признание того, де-факто, что приватизация будет не конкурсной, что это будет дружественной, дружеской приватизацией в стиле бандитского капитализма Бориса Николаевича Ельцина. Это первое. Ну, не бандитского, хорошо, олигархического или олигархического на глобальном уровне. Второе. Очень легко из любой компании, которая работает и которая что-то производит, резко повысить ее доходы и резко повысить уровень налогов, который она платит. Любой налоговик вам расскажет, как это делается. Но даже если мы не будем брать налоговый террор, печальный пример налогового террора, то, знаете, финансист, когда приходит в производственную компанию, не понимая производства, он сокращает сразу, рубит косты, как это называется, сокращает очень многие виды расходов в производствах, которые ему кажутся ненужными. А потом выясняется, что эти производственные расходы необходимы для длительного цикла производства и в результате их сокращения или полной ликвидации компания несет колоссальные потери. Но это происходит чуть позже. Я могу приводить довольно много примеров такого рода. Вот товарищ Медведев, оказывается, всего этого не знает. Он хочет в краткосрочном плане максимизировать доходы, прикрываясь нужными бюджета, в котором без движения, после того, как в марте месяце, и в этом отношении Сюланов молодец, в марте месяце весь дефицит бюджета, который был довольно пристойным, приличным, был покрыт за счет неиспользуемых остатков. После того, как в марте месяце вся отрицательная курсовая разница, поскольку рубль укреплялся, была покрыта из неиспользуемых остатков бюджета, после этого неиспользуемые остатки бюджета все еще составляют 8,6 триллиона рублей. Они все еще достаточно для того, чтобы заново построить страну. И после этого эти люди рассказывают, что им в бюджете не хватает денег, и что они хотят ограбить страну, по сути дела, ради того, чтобы получить денежку в бюджет. Почему ограбить страну? Потому что, несмотря на то, что в рублях действительно фондовый индекс достиг максимума, извините, иностранных инвесторов, а внутренних инвесторов у нас почти нет, за исключением, может быть, Лукоил купит башнифть, может быть. Снизив уровень конкуренции, кстати, на всех рынках, в том числе на рынке бензина. Большой привет автолюбителям. Но будут иностранные покупатели. Они будут покупать в долларах. И для них это будет бесплатно или почти бесплатно. Сегодня в валюте наш фондовый рынок крайне слаб, крайне низко стоит. И, соответственно, распродажа будет гарантирована по бросовым ценам, даже если она будет чуть выше текущего рынка. А это значит, что это грабеж. И второе, продаются предприятия, которые занимают ключевые позиции в российской экономике. Уже раз нефть плачет, что, не дай бог, уйдет 19,5% опять BP, и тогда BP получит блокирующий пакет и сможет полностью блокировать деятельность компании, если вдруг кому-то в мире этого захочется. Но понятно, что если 19,5% будут проданы кому-то в мире, то они очень быстро об этом договорятся с BP. И уже американские, не только американские политологи пишут, а какая разница, кто там в России будет президент, если командные высоты экономики будут принадлежать нашему бизнесу, мы будем всем владеть. Все равно. Товарищ Медведев, судя по его высказываниям, целиком поддерживает этот подход. Даже госпожа Дергунова, бывший руководитель Microsoft, полностью коммерческий человек, человек-представитель бизнеса, человек, который придумал замечательную схему, когда деньги, получаемые государством от приватизации предприятия, этим же самым государством отдаются предприятию, чтобы оно уже при новом владельце хорошо жило. Понимаете, безумная схема. Вот человек, который эту схему придумывал, лоббировал и оправдывал, не захотел иметь ничего общего с этой безумной приватизацией и ушел со своей должности. Потому что даже представитель бизнеса понимает, что это абсолютно недопустимо. Но, вероятно, мне не стоит употреблять фамилию лидера Единой России, господина Медведева, со словом «понимает» в одной фразе. Еще замечательная фраза. Он говорит, что мы не будем повышать налоги, потому что это приведет к возвращению конвертных зарплат. Господин Медведев, судя по всему, не имеет представления о том, о чем знает даже его вице-премьер госпожа Голикова, которая заявила, что она не знает, чем занимается 34 миллиона человек российских работников. А 34 миллиона человек, между прочим, это 45% рабочей силы. Понятно, что там есть и домохозяйки, и домохозяева, и люди нетрудоспособные, и все остальное. Но об уровне теневой занятости в нашей стране это дает очень внятное представление. И понятно, что у нас колоссальная теневая занятость, безумная, огромная теневая занятость, и эта теневая занятость вызывает в том числе пенсионный кризис. И когда господин Медведев говорит об угрозе возвращения конвертных заработных плат, он просто показывает, что он не имеет ни малейшего представления о реалиях российской экономики. И более того, по моим ощущениям, он бредит не только в экономике, но и в политике. Видите, непереводимый игра слов. Лидер «Единой России» решительно выступил против, цитирую, неисполнимых обещаний во время избирательной кампании. Что тут можно сказать, кроме как слова Марка Твена? Опустим занавес жалости над этой сценой. Да, вот тут пишут, можно сказать, что Валуев намного лучше справится с должностью председателя правительства. Не за счет своих габаритов он хотя бы скромный, умный, благовоспитанный человек, в отличие, троеточие. Ну, вы знаете, во-первых, я Валуева не знаю, к сожалению, но о нем так говорят. У него есть такая репутация. Но даже если он будет не очень скромный, не очень умный, за счет габаритов он, безусловно, сможет обеспечить исполнение своих просьб и поручений. Это первое. Второе. У меня есть сильное подозрение, что вот Ленин в свое время писал, что любая кухарка не может управлять государством, и поэтому нужно развивать людей, поэтому нужна культурная революция. Эту цитату переначали в пропагандистских целях, но я тоже ее переначу. У меня ощущение, что почти любая кухарка, даже из Средней Азии, даже плохо говорящая по-русски, справится с исполнением этих функций, ну, по крайней мере, не хуже. Возвращаемся. Значит, я напоминаю про голосование. Как вы думаете, если вы думаете, что правительство Медведева в принципе не способно, теоретически даже, обеспечить нормальное экономическое развитие России, пожалуйста, звоните плюс 7, 495-134-21-35, последняя цифра 35. Если вы считаете, что, в принципе, даже теоретически не может справиться с обеспечением нормального экономического развития России, Пожалуйста, звоните 134-21-36. Последняя цифра. 36. Мой знакомый бизнесмен мне сказал, что когда он услышал от Медведева, что государство продолжит поддержку бизнеса, он воспринял это как угрозу. Это, конечно, специфическое восприятие, но тем не менее бизнес рассматривает слова о том, что государство продолжит то, что оно делает сейчас с бизнесом, как угрозу. Действительно, федеральный бюджет устроил искусственный, жесточайший региональный кризис. Сейчас этот региональный кризис усугубляется из-за чудовищного, трагического экономического кризиса. То есть денег физически нет. И налоговые инспекции во многих регионах работают, относятся к бизнесу по принципу «умри ты сегодня, а я завтра». Потому что им любой ценой нужно выколотить деньги сейчас из людей. Они прекрасно понимают, что они творят, но им в ряде случаев действительно некуда деваться. На этом фоне, на фоне этой политики, обещание Медведева продолжить политику в отношении бизнеса, пусть даже названной поддержкой, действительно звучит угрозой. Медведев объявил о намерении создать комиссию по развитию агропромышленного комплекса во главе с собой любимым. Это, на мой взгляд, тоже угроза для агропромышленного комплекса. Как бы скептически не относиться к господину Ткачеву, но он все-таки к сельскому хозяйству имеет хоть какое-то отношение. Если он теперь вынужден будет вдвойне подчиняться премьеру еще и в рамках этой комиссии, будет плохо. Медведев отставил справедливость налога на капремонт. Может быть, это описка журналистов, может быть, он действительно не знает, что это не налог, что это плата. Но это классическое представление Единой России о справедливости. Мне многие представители этой партии, в том числе под камеру, объясняли, что ситуация, когда чем человек беднее, тем больше у него забирает государство из фонда его оплаты труда, это и есть справедливость для Единой России. Но вот справедливость налога на капремонт, это, очевидно, точно такая же справедливость в представлении Медведева и Единой России. И я не могу пройти мимо очередного акта поддержки, насколько я могу судить, господином Медведевым, лидера Единой России, российских коррупционеров. Тут вот говорят, что я против фразы, что Единая Россия партия жуликов-воров. Я не против этой фразы. На мой взгляд, ее подтверждает лидер этой партии. Он заявляет, что он рассмотрит вопрос о конфискации имуществ коррупционеров. Это правильная, хорошая вещь. Но в реальной жизни коррупционеры все свое имущество переписывают на членов своих семей. Поэтому в Соединенных Штатах Америки, когда в середине 70-х были приняты законы Рико о борьбе с оргпреступностью, когда великий Никсон, самый недооцененный из американских президентов, заложил основу победы над оргпреступностью в этих законах, он зафиксировал, что любой член организованной преступности, который не сотрудничает со следствием, он не лично расплачивается. У его семьи конфисковывают все активы, ну, грубо говоря, все имущество, оставляя семье социальный минимум. Чтобы дети выросли не озлобленной шпаной, а относительно социализированными людьми, только так, только это. Все остальное конфискуется, даже добросовестно приобретенное, потому что любой нормальный мафиози легализует свое имущество. А коррупция во власти — это всегда организованная преступность. Это в детском садике может быть единичная коррупция, или там где-то у врача на рабочем месте, а коррупция во власти — это всегда оргпреступность. Что же нам говорит руководитель правительства Российской Федерации? Он заявляет, что если мы будем бороться с коррупцией по-настоящему, как это принято, цитирую, в цивилизованных странах мира, в частности в Соединенных Штатах Америки, это я либерал их цитирую, они всегда отсылают нас к западному опыту, то это проклятый сталинский террор. Вы знаете, я много раз сталкивался с ситуацией, когда говоришь либералу, что вор должен сидеть в тюрьме, а не в правительстве. Они скидываются и начинают громко кричать, что это оправдание сталинских репрессий, оправдание сталинского террора, и что я негодяй, коммунист, фашист, а дальше все через запятую. Я говорю, простите, пожалуйста, а почему вы считаете исполнение Уголовного кодекса вашей страны чем-то недопустимым? Они теряются, но смысл очень простой. Для них коррупционеры социально близки. Господин Медведев, бытный с собой президентом, под маркой либерализацию Уголовного кодекса, ввел чудовищные нормы, которые позволяют коррупционерам откупаться от уголовного наказания за взятки. Это средневековая норма, когда я за преступления, по сути дела, против государственности, плачу деньги, и все. И у меня все хорошо, все нормально. Из взяток, на которых поймали коррупционера, он сегодня имеет полную возможность откупиться из тех взяток, за которые его не поймали. И господин Медведев, Единая Россия в целом, которая за все это голосовала, считает это абсолютно нормально. И когда сейчас действительно начинается разговор из разных слоев общества, все говорят, что необходимо бороться с коррупцией так, как это применяется в тех странах, где это работает. Кто-то говорит, давайте стрелять, как в Китае. Между прочим, я поддерживаю за особо крупные размеры, именно особо крупные, которые повлекли за собой человеческие жертвы. Все-таки кровь за кровь принцип должен работать. Но, простите, пожалуйста, есть опыт без расстрелов, есть опыт Италии, есть опыт Соединенных Штатов Америки. И вот сейчас Медведев говорит, оказывается, это не опыт Соединенных Штатов Америки. Оказывается, это абсолютно недопустимо, потому что, видите ли, коррупционеры и их семьи могут пострадать. На этом фоне мне задают вполне реальный. Ну вот я сказал фамилию Валуев, и все клоуны, судя по всему, с Украины, судя по их грамотности, с Владимира Владимировича Путина переключились на товарища Валуева. Я думаю, что Валуев должен быть польщен этим. У меня Андрей спрашивает, как я отношусь к предлагаемой реформе госуправления, которую предлагает Медведев. Медведев предлагает не реформу госуправления. Медведев на самом деле расписался в своем бессилии и неумении управлять. Он там написал Путину записку, на которую Путин наложил резолюцию согласен. Что для Путина, в общем, большая редкость. Но, тем не менее, это пока не реформа, это некоторый плач по поводу того, что все плохо. Медведев выделяет пять позиций, которые плохи в госуправлении. Первое. Он пишет прямым текстом. В правительстве нет взаимодействия между органами власти, необходимыми для решения комплексных задач. Ну, слушайте, это явка с повинной. Человек даже не понимает, насколько я могу судить, смысл того, что он говорит. То есть, председатель правительства жалуется президенту страны на то, что он сам, председатель правительства, не может организовать взаимодействие между структурами собственного правительства и даже не догадывается о том, что это его прямая служебная обязанность. Бурный продолжительный аплодисмент. Я поздравляю Единую Россию с таким лидером. Знаете, я буду стараться не критиковать Единую Россию, потому что их и так жалко. Я питал к ним страшные чувства, серьезные, нехорошие. Но когда я увидел их лидера Медведева, я понял, что в определенных ситуациях не нужно пытаться наказывать самому. Боженька наказывает сам. Не всегда, но иногда это случается. И мы видим этот пример. Второе, вторая жалоба ковбой, извините, жалоба Медведева. Оказывается, за работой правительственных ведомств нет внешнего контроля. Одна из обязанностей председателя правительства, одна из обязанностей аппарата правительства, который контролируется лично председателем правительства, заключается в контроле за работой ведомства правительства. Обязанность аппарата правительства заключается в том числе, грубо говоря, это следственный комитет административный. Он разбирается в конфликтах между ведомствами, он урегулирует эти конфликты, он выступает переговорщиком, он выясняет, кто прав, кто виноват, и чем вызована та или иная позиция. Он подстегивает, он не просто организует взаимодействие, он, безусловно, обязан контролировать. Господин Медведев жалуется президенту Путину на самого себя. Что еще можно сказать про эффективность государственного управления? Он пихот. Работой министерства занимается только министр. Кавычки закрываются. Непереводимая игра слов. У нас сложная система управления, в которой много недостатков. Например, министры не подчиняются в ряде случаев премьеру, не только потому, что премьер такой, как Дмитрий Анатольевич Медведев, а потому, что министры назначаются и увольняются не премьером, а президентом. Это действительно внутреннеуправленческая проблема. Она политически обусловлена, но эта проблема есть. Но заместитель министра назначает и увольняет председатель правительства рощерком своего пера. И когда Медведев пишет, что по сути дела работой министерств не занимаются заместители министров, только министры занимается по смыслу, то получается, что он жалуется Путину на себя. Что люди, которых он назначил заместителями министров, не работают и бросают министров в одиночку министров, назначенных президентом Российской Федерации. Ну вот, человек фиксирует, человек расписывается в своей полной недееспособности и жалуется на эту недееспособность вышестоящему начальнику. Ну, кто может такое вообразить, что называется, нарочно не придумаешь. Если бы я услышал бы это, эту историю, не из уст господина Медведева, не в качестве прямой речи, я бы подумал, что это клевета, что это неправда. Но это изложение его записки. Ну, дальше он жалуется на то, что при смене министра меняется его аппарат и нарушается преемственность. Но, простите, пожалуйста, повторяю еще раз, заместитель министра, аппарат, да, может уйти, может остаться. Это вопрос госслужбы, который мы пытались решать еще в 2003 и 2004 годах. Но заместителей министра можно оставлять. На это есть воля премьер-министра. И заместители министра, как показывает, скажет опыт Великобритании, прекрасно, они там чуть по-другому называются, прекрасно обеспечивают преемственность государственной службы. Министры меняются как в калейдоскопе, а государственная политика остается прежней. То есть опять Медведев жалуется на себя. И, наконец, завершающий аккорд. Система госуправления во многом сохраняет советские черты, это уже прямая цитата, и опирается на старые методы контроля и мотивации. То есть только что жаловался на отсутствие внешнего контроля, с которым при советской власти было все в порядке. Да, этот контроль был не очень эффективен, он был, так сказать, ведомственно мотивирован, он был эгоистичен и так далее. Но он был, и с ним все было в порядке. Он был КГБшный, он был по партийной линии, он был даже в некоторых местах по профсоюзной линии. И вот в этой ситуации председатель правительства показывает, что он просто ничего не знает, не только о своих собственных служебных обязанностях, но он ничего не знает о советской системе управления, и он бравирует этим. Он отрицает опыт, о котором он не имеет ни малейшего понятия, и который он не хочет знать. Возникает детский вопрос, а чем председатель правительства и лидер Единой России господин Медведев отличается от людей, которые то ли в наркотическом, то ли в националистическом угаре сейчас на Украине крушат памятники собственной истории и убивают тех, кого они считают неправильными украинцами. Вот чем он отличается по знанию советской истории, отношению к своему собственному прошлому? 25 лет бесконечных реформ, постоянные изменения, меняется все, и вдруг оказывается, что у нас до сих пор еще сохраняются советские черты. Ну, если бы это было так, если бы даже это было правдой, исходя из сугубо формальных соображений, можно было задуматься. Слушайте, наверное, эти советские черты, они достаточно серьезные, достаточно эффективные и фундаментальные, раз они сохраняются, несмотря на всю эту вакханалию либеральную. Может, в них есть какая-то ценность? Может, их как-то можно использовать? Но если вещь не поддается изменению, значит, не нужно бить лбом об стенку, и нужно использовать. Любой нормальный управленец вам это скажет. Любой нормальный управленец, за исключением кого? Лидера Единой России. Правильно. А самое смешное, это методы, которые товарищ Медведев предлагает реализовать для устранения этих пяти проблем. Первое. Он хочет создать специальную комиссию во главе с президентом, с собой, в качестве первого зама. Ну, естественно, президент не против еще одной комиссии заняться, почему нет? Во-вторых, он считается необходимо создать для государственной власти, цитирую, понятную приборную панель. Ну, понятно, когда люди с определенным IQ смотрят на приборную панель, скажем, в автомобиле, они не способны осознать, что это такое, что это показывает. Для них это непонятно. Приборная панель должна быть понятна, которая учитывает общественную оценку ее действий. Вы знаете, я, наверное, открою государственную тайну, я боюсь, что меня за это посадят. Но кто-нибудь, передайте господину Медведеву, что для учета общественной оценки действий власти есть такие совершенно секретные организации, как ВЦИОМ, Фонд общественное мнение, ЦИРКОН, даже Левада Центр, несмотря на все свои ошибки, на мой взгляд, последнего времени. Я надеюсь, что они добросовестные. И то годится любая социологическая контора, она учитывает общественную оценку действий власти. Это одна из ее функций. И не нужно ничего создавать. Достаточно взять телефон и позвонить. А если у вас есть айфончик, можно зайти в интернет на сайт соответствующих компаний и все увидеть своими глазами. Хотя, может быть, товарищ Медведев предполагает, что сейчас будет распилено еще несколько миллиардов или несколько десятков миллиардов на то, чтобы создать понятную для него приборную панель, которая отражала бы данные социологических опросов в такой форме, которую способен осознать даже лидер Единой России, председатель российского правительства. Но, наконец, он хочет ввести ключевые показатели эффективности для отдельных министерств KPI, так называемое. Это хорошее, красивое иностранное слово. В советское время это называлось КТУ, коэффициент трудового участия. Я очень хорошо помню, как, когда я был в старотряде, я как продвинутый экономист, а я оказался в старотряде единственным, ввел КТУ. Меня посадили на его расчет, потому что накануне инициатива наказуется исполнением. И меня спасло от смертного боя только то, что я все сделал по-честному. И я справедливо оценил, что люди, которые таскают камни 8 часов в сутки, должны получать больше денег, чем я, который сижу и рассчитываю их коэффициент трудового участия. Вот только поэтому меня там не лечевали. Потому что у меня КТУ казался, по-честному, самый маленький. Все остальные, в прямом смысле слова, передрались. Попытка ввести КПА для чиновников под другими терминами, оценить вклад каждого чиновника в конечный результат, была предпринята в 2003-2004 годах, продолжалась несколько лет. Обернулась полным бюрократическим параличом. И выяснилась, азбучная истина, что чиновник не токарь. Производительность труда измерить невозможно. Качество работы измерить затруднительно. И никто, за исключением редчайших исключений, не может оценить, а то или иное изменение ситуации в обществе является результатом управленческого воздействия какого-то чиновника, еще и какого именно чиновника, или результатом объективных обстоятельств. Вот мы все помним, что в нулевые годы мы стали жить лучше. И вот официальные пропагандисты скачут, что спасибо товарищу Путину, благодаря которому мы стали жить лучше. Причем, на самом деле, не говорят при котором, а не благодаря которому. Даже они понимают, что еще было удорожание нефти. А оппоненты кричат, что было удорожание нефти, и власть здесь вообще ни при чем. И если бы власть вела себя как в 90-е годы, то люди бы стали жить еще лучше, чем они улучшили свою жизнь в нулевые годы. Простейшая. Вот у нас господин Улюкаев нам рассказывал про спад более 2%, а потом экономический спад оказался 1,4%. Это кто внес вклад? То, что в марте месяц у нас резко подорожала нефть? То, что госпожа Набиулина укрепила рубль? Или то, что господин Улюкаев, оказывается, там под ковром шевелил ручками и скал дно, и, наконец, нашарил потными ручонками это дно? Кто внес вклад? А непонятно. Здесь нужна серьезная следственная работа, именно следственная, по каждому отдельному пункту. И не факт, что вы получите результат. Итак, я хочу подвести итоги. Мы сегодня чуть раньше уходим из эфира. Вы знаете, у меня какая-то тоталитарная демократия получается на всех опросах. Я пытаюсь задавать вопросы, которые должны раскалывать общественное мнение, если судить по официальному рейтингу господина Медведева. Но вот 93% людей говорят, что правительство, возглавляемое лидером Единой России господином Дмитрием Анатольевичем Медведевым, в принципе, не может обеспечить нормальное экономическое развитие. 93%. 7% говорят, что оно в принципе может обеспечить нормальное экономическое развитие. И я сильно подозреваю, что 7% это что-то вроде реального уровня популярности Единой России. Хотя, разумеется, все социологические опросы показывают на совершенно другие результаты. Но я должен защитить Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот когда говорят, что программа импортозамещения это полная ерунда, полная колесица не работает, я всегда о нем вспоминаю. Как сказал один известный юморист, я готов согласиться с тем, что это, ну скажем так, примерно соответствует и моим впечатлениям тоже. А Дмитрий Анатольевич Медведев это живой пример российского успешного импортозамещения. Это такой мистер Бин, но отечественные сборки. Мне кажется, что в этом есть какие-то резоны. Ну, возвращаясь к нашим чиновникам, знаете, ну вот правда. Вот пишет человек, дублирует бесконечное количество раз и меня обижает, но пишет правду. Мы ведь даже обладая ядерным оружием полностью разбомблены. Живу в Серпухове, зарплата в... это подмосковье, 90 километров от Москвы. 15 тысяч зарплаты считается нормальной, это рабство, пишет Емеля. Отлично. Вот как на основании этой реальности рассчитывать KPI? Кто крайний? Кому срезать зарплату? Вы знаете, я честно скажу, что вы не определите, находясь внутри госаппарата, кому срезать зарплату, потому что каждый чиновник вам расскажет, что он здесь ни при чем, это объективные условия. Зато если вдруг, в силу каких-то обстоятельств, например, нефть подорожает в два раза, средняя зарплата повысится с 15 до 20 тысяч, хотя я сильно сомневаюсь, что это так, все дружно подскочат и подставят грудь для сверления дырочки и карман для получения премии. KPI это невозможно применять в органах госуправления. Все попытки, предпринимавшиеся во всех странах мира, даже с абсолютно прозрачным управлением типа Новой Зеландии, это просто лишний раз подтвердили. Это доказано экспериментально. KPI в органах государственного управления это аналог вечного двигателя второго рода, построить его нельзя. И когда председатель правительства, лидер крупнейшей партии страны предлагает это сделать на полном серьезе и голубом глазу, он просто публично расписывается в полной некомпетентности. Я против 282 статьи Уголовного кодекса за экстремизм, но я считаю, что ее необходимо дополнить, может быть свести к единственному понятию, или дополнить ее понятием, административный экстремизм. Это такое поведение представителя органов власти, который вызывает у самых разных людей лютую ненависть к социальной группе власти. Когда представитель власти разжигает ненависть к власти, разжигает на ровном месте. Просто демонстрации своего уровня, своего отношения к слушателям, своего, не побоюсь этого слова, интеллекта и своей добросовестности. Вот в этом случае, в этом случае, я считаю, что 282 статья должна быть к нему применена. Хотя это, безусловно, мое личное мнение. Спасибо.